Добрый вечер, уважаемые коллеги. Я буду поговорить от лица центра. Сегодня было много сказано от лица спонсора в том числе, и мой доклад, как мне кажется, будет удачным продолжением предыдущего доклада. Я постаралась сформировать основные, как мне кажется, трудности, с которыми сталкивается, наверное, большинство исследовательских центров, которые стараются провести хорошо клинические исследования. И что необходимо, наверное, этим центрам было бы решить для того, чтобы им это удалось? Ну, прежде всего, мне кажется, что центрам необходимо оценить здраво свои ресурсы, возможности и определить основные профили работы своего сайта. Зачастую центры, которые являются стартапами, они настолько рады, что спонсор к ним пришел, привел к ним протокол, и они стараются показать себя с наилучшей стороны на визите селекции, но не всегда здраво могут оценить свои ресурсы. И когда дело доходит до открытия центра, то затем центр не дает того набора пациенток, на который спонсор рассчитывал. Правильно выстроить организационную структуру сайта и, безусловно, распределить функциональные обязанности между всеми членами не только исследовательской команды, но и в целом сайта. Потому что работа центра – это не только те, кто внесены в делегейшн лог. Привлечь опытных главных исследователей. Интересный такой вопрос, потому что во многих крупных центрах, например, городская больница, главные исследователи – это, как правило, одни и те же люди по большинству протоколов. И мы сейчас сталкиваемся с тем, что требованиями Минздрава становятся не то, что главный исследователь должен иметь специализацию именно по тому протоколу, который на него заводится. Если, например, главный исследователь является клиническим фармакологом, то есть большая вероятность, что Минздрав не одобрит на него клиническое исследование по урологии или гинекологии. И чем больше главных исследователей, которые действительно профильны в той области, по которой проводится протокол, и работают в том или ином центре, тем больше вероятности, что клиническое исследование пройдет качественно, и главный исследователь будет вовлечен во все процессы, которые необходимо проводить в рамках того или иного протокола. Правильно подобрать исследовательскую команду. Что тут имеется в виду? Мы всегда думаем, во-первых, чтобы минимизировать свои риски. И у каждого члена исследовательской команды должен быть бэкап. Люди могут болеть, уезжать в отпуска, и это необходимо предусматривать. Безусловно, не должно получиться так, что какое-то звено цепочки случайно вывалилось, и цепочка вся остановилась. Второй такой, мне тоже кажется, важный момент, который необходимо учитывать, по крайней мере в нашем центре мы всегда об этом думаем, людям в рамках одной из советской команды должно быть комфортно работать друг с другом. Чем лучше у них коммуникация друг с другом, тем проще им обратиться за помощью к своим коллегам, и тем проще и быстрее мы получаем информацию о каких-то сложностях, которые могут возникнуть в рамках того или иного протокола. Тем самым качество проведения клинических исследований, оно повышается. Конечно, организовать рекрутмент пациентов. Это краеугольный камень для всех, спонсор хочет рекрутмент, сайт хочет для себя рекрутмент, и чуть ниже мы поговорим о том, как мы это на своей базе реализуем. И, конечно, обеспечить контроль качества самое главное, потому что как бы много пациентов в центре не набрало, сколько бы протоколов в нем не проходило, если они не надлежащего качества, то спонсоры к центру не придут. Центр будет терять спонсоров, и потом он в конце концов станет им неинтересен. Как будем все это преодолевать? Здесь мы делимся своей презентацией. Я только говорю о том, что непосредственно уже внедрено в нашем центре. То есть я не пытаюсь предложить какую-то теоретическую модель. В нашем центре непосредственно проводятся протоколы по 12-й нозологиям. И по всем этим нозологиям мы имеем на данный момент все необходимые ресурсы, как технические, так и человеческие. У нас организована правильная структура сайта. Ну, как мне кажется, правильно, раз она эффективна. У нас есть отдельно отдел, который занимается только первой фазой биоэквивалентности, отдел, который занимается только второй, четвертой фазой, что тоже, наверное, важно, потому что здоровые добровольцы, работа с ними, имеют свои особенности. И, наоборот, больные люди имеют свои особенности. Естественно, протоколы, они очень такого различного дизайна. Поэтому проще, когда исследовательская команда и координаторы исследования, они все-таки больше натренированы либо на то, либо на другое направление. Есть свой этический комитет, который заседает раз в неделю, позволяет достаточно быстро рассматривать документы по клиническим исследованиям. Есть организационно-методический отдел, который также позволяет проводить правильные документы оборот и является неким таким связующим звеном между клиническими и научными подразделениями. Стационар поликлиника, что расширяет на зоологию протоколов, которые мы проводим. И отдельно научно-исследовательский отдел, который занимается отчетами, обработкой данных и вводом данных. Ну и, собственно, есть лаборатория, но если заказчик работает с центральной лабораторией, естественно, мы работаем с центральной. Но при необходимости мы можем достаточно быстро выполнить те или иные анализы и получить результат в течение нескольких часов. По поводу привлечь главных исследователей. Как это сделать? Что интересно главному исследователю? Конечно, главному исследователю, если он приходит в какой-то другой исследовательский центр, ему хочется, чтобы там было комфортнее, чем на его предыдущем месте, где он трудился в этой должности. Что может заинтересовать главного исследователя? Что центр опытный, что он ему предоставит необходимые ресурсы, что работать ему будет комфортно. А как, собственно, оценить главному исследователю то, насколько этот центр опытный? Сколько на него протоколов заведено? Сколько членов сельской команды в данном центре имеется? И главному исследователю важно зачастую понимать, что он будет проводить свой протокол, соответственно, под своим именем, в опытной команде. Например, на нашем центре по итогам 2016 года было заведено 111 протоколов, и при этом у нас сельская команда порядка 50 человек, из которых 6 – это главные исследователи, и еще 8 врачей – это опининг-лидеры. Правильно подобранная сельская команда. Мы уже сказали по поводу бэкапов. По поводу координаторов. Очень важно, как мне кажется, чтобы в исследовательском центре эти координаторы были, и чтобы эти координаторы были основными сотрудниками этого исследовательского центра. Они должны быть вовлечены во все бизнес-процессы, которые связаны с их протоколом, знать этот протокол на зубок и быть как раз тем связующим звеном, который вовремя может просигнализировать о сложности. В нашем исследовательском центре имеется не только координатор, но и еще врач-эксперт, потому что функции немножко координатора и врач-эксперта различаются, и координаторы и врач-эксперт обязательно проверяют перечень документации, но с разных позиций. Координаторы больше смотрят за техническими составляющими протокола, и насколько они выполняются верно. Врач-эксперт больше на медицинские составляющие, естественно. У нас есть также менеджер данных, и наличие как раз и координатора, и менеджера данных, и их синергизм, они позволяют проводить двойную проверку. Соответственно, мы можем обнаружить какие-то неточности как раз на этапе ввода данных, и это позволяет нам вовремя принять необходимые меры. Что касается рекрутмента, то наш исследовательский центр, он использует достаточно активно реферальные сети врачей. Это могут быть врачи наших собственных филиалов или собственных здравпунктов на различных учреждениях Санкт-Петербурга. Также мы контактируем с порядка 16 реферальными базами вообще в принципе по городу. Конечно, мы понимаем, что пациенты с некоторыми, особенно редкими нозологиями, они могут не прийти непосредственно в наш клинический центр. Поэтому мы стараемся достаточно прочные связи создавать с теми организациями, в которые эти пациенты могут быть, и эти пациенты оттуда к нам направляются. Также мы имеем собственную базу данных, она формируется из тех пациентов, которые уже участвовали в клинических исследованиях, и те пациенты, которые у нас наблюдаются в рамках своих полюсов ОМС, ДМС. То есть мы их тоже в принципе можем привлекать к клиническим исследованиям, потому что они у нас проходят обследование, и мы знаем, какие клинические исследования мы могли бы им предложить. Мы также размещаем информацию на своем сайте и на регулярной основе ведем группы в социальных сетях. И я уже предвижу вопрос к себе. Мы одобряем всю информацию в Отеческом комитете. А можно вопрос? Вот я как раз сейчас у вас на сайте ВКонтакте, и вот тут есть объявление для здоровых добровольцев. Мы просто должны быть вместе, я и деньги, и как можно скорее. Это тоже одобряем отеческий комитет? Дело в том, что в социальных сетях достаточно часто используются различные рекламные подходы. То есть мы одобряем непосредственно текстовку, которая доходит до пациента. Мы можем размещать помимо непосредственной информации о клинических исследованиях какую-то информацию популярного характера. Это могут быть даже какие-то комические зарисовки на медицинские темы. И это не обязательно, что они должны одобряться этическим комитетом. Этическим комитетом мы одобряем только то, что относится непосредственно к проводящимся исследованиям. Вот как раз то, как у нас это выглядит. На нашем сайте пациенты могут почерпнуть информацию в принципе о клинических исследованиях. Что это такое? Какие фазы существуют? Какие у них могут быть преимущества? Какие могут быть опасности? В общем, в чем могут быть недостатки участия в клиническом исследовании? Также у нас есть отдельно группа для врачей, где именно специалисты получают ту информацию, которая все-таки написана более профессиональным языком. Отдельно группа для пациентов. И вот эта группа, которая для пациентов, она привлекает пациентов не только из Санкт-Петербурга, но также из Зеленобласти и Северо-Запада. Более того, у нас есть успешный опыт. То есть это такой некий медтуризм. Есть успешный опыт, потому что у нас участвовали в клинических исследованиях, например, вот пациент из Мурманска и из Зауралия. Люди приезжали действительно на визиты, которые были предусмотрены протоколом. Визиты были редкие, поэтому они могли себе это позволить, но эта система действительно работает. Она, к сожалению, не настолько сейчас масштабна. Не такие масштабные плоды дают, как может быть нам хотелось, но как раз мы работаем над тем, чтобы ее развить. Нам кажется, что за этим, наверное, будущее. Контроль качества. Это вот как раз то, ради чего мы все это проводим и что мы хотим в итоге, какой продукт предоставить спонсору. Безусловно, все должно проводиться согласно законодательству и действующим на базе сайта стандартным операционным процедурам. Чему бы я хотела, наверное, призвать сайты. Вот мы это вымучили, выстрадали. Свои собственные СОПы. Пишите свои собственные стандартные операционные процедуры. Пишите их именно так, как это у вас проводится. Мы получили аккредитацию в октябре 2014 года и на данный момент у нас прошел пересмотр третьей версии стандартных операционных процедур. Что-то мы каждый раз добавляем, какие-то новые процедуры, какие-то вносим актуальные изменения в уже существующие. Более того, например, мы стараемся в своем центре привлекать персонал, который задействован в выполнении этих стандартных операционных процедур, как написание. Потому что никто, лучше тех людей, кто с этим работает, этого знать не может. И, наверное, это не совсем правильно, если один человек, какой-то писатель медицинский, он садится и пишет эти СОПы. Потом регулярный внутренний контроль качества. Как я сказала, у нас он в несколько этапов производится. Координатор, врач-эксперт и дейта-менеджмент. Также мы проводим, естественно, тренинги персонала центра. Это могут быть протокол-специфичные тренинги. Это обязательно раз в год мы проводим тренинг GCP для всех сотрудников центра. Мы приглашаем сторонних спикеров. И обязательно разбираем все находки аудиторов, мониторов, которые появляются. Мы их обязательно разбираем не только с сельской командой, но также проводим отдельные занятия на эту тему. У нас централизованное хранение документов. И, наверное, это тоже необходимо для хорошего сайта. И все процедуры по протоколу мы стараемся ввести в электронном виде. Начиная от трекеров по активностям, по визитам пациентов, заканчивая другими активностями в рамках того или иного протокола. Это позволяет все-таки минимизировать человеческий фактор. Всем вышесказанным явилось то, что мы по итогам 2016 года вошли в пятерку центров, в которых проведено наибольшее количество клинических исследований, и заняли первое место по рейтингу компании Synergy среди центров по биоэквивалентности. Так что предложенная, наверное, модель, она все-таки работает. Перспективы, которые мы видим для вообще данной отрасли и к чему стремимся сами. Прежде всего, это автоматизация всех бизнес-процессов, потому что это позволяет минимизировать ошибку, а также ускорить процесс. Когда в вашем центре одновременно проходят 20 протоколов, то рассчитывать только на то, что персонал будет вовремя и качественно коммуницироваться с друг другом, обмениваться этими данными, ничего не забудет, никуда внести, записать, это, наверное, уже нецелесообразно. Поэтому мы стараемся все-таки максимально делать все в электронном виде. Внедрить практику метод машинного обучения. То есть, например, у нас есть своя собственная система МЕДСЕЙФ, и эта система способна к самообучению. То есть она анализирует те запросы, которые к ней поступают, частоту этих запросов, и в ней сейчас порядка 700 тысяч записей, которые она может сопоставить друг с другом. Массовое увеличение в исследование практикующих врачей, безусловно, и мы стараемся разработать... То есть мы сейчас как раз на этапе разработки программы, которая будет доступна на электронных девайсах непосредственно врачей. И чуть ниже я вам покажу, как это должно работать. Ну и, конечно, использование, в принципе, девайсов, которые мы выдаем пациентам, но это, как правило, поставляется спонсорами. Мы этим активно пользуемся, наверное, так же, как и большинство центров. Все-таки не только со стороны центров, но так же со стороны заказчика есть понимание того, что будущее за электронными системами. Вот система, которую мы сейчас разработали, и она как раз находится на стадии получения разрешительных документов. Так, тут есть указка. Вот так вот выглядит, например, значок, который появляется на смартфоне, если загрузить эту систему, называется MedSafeDoctor. На нее нажимает врач, у него появляется запрос на персонализацию данных. Затем, после того, как запрос обработан, система понимает, что, например, к ней зашел терапевт, Иванов Иван Иванович, предположим. Этот Иванов Иван Иванович, он может сделать массу манипуляций через это приложение, он может заполнить историю болезни пациента в электронном виде, он может направить пациента на анализы или выставить счет, например, пациента отправить его в регистратуру. То есть мы говорим о том, что необходимо стремиться к электронной медицинской документации. И, скорее всего, она сильно оптимизирует все процессы, что, собственно, мы сейчас и делаем. Потому что именно эта система позволит заполнять историю болезни онлайн. Что происходит дальше? Доктор заполнил карточку пациента. И в конце физикального осмотра он должен выставить диагноз. Он может воспользоваться, например, листом для специалиста, где высвечиваются наиболее частые нозологические формы для его специализации, либо которые он наиболее часто сам выставляет. Если он там не находит необходимого диагноза, он просто выставляет через общую систему МКБ-10. То есть МКБ-10 тоже залитый, и дальше он идет на разделы и подразделы и выбирает то заболевание, с которым пациент к нему обратился. Что происходит дальше? Доктор может уточнить поставленный диагноз при помощи клинической классификации. И вот тут мы как раз не просто говорим про электронную историю болезни, мы говорим про то, что возможно это используется в клинических исследованиях. Мы постарались сделать так, чтобы эта система способствовала набору пациентов, рекрутменту пациентов. Когда у доктора заполнена карта, и он вбил тот или иной код МКБ-10, на его девайсе появляется информация о проводящемся в центре на данный момент клиническом исследовании, по которому набираются пациенты именно с этой патологией. У доктора есть краткий список критериев включения и невключения этих пациентов, чтобы он мог оценить того пациента, который сидит перед ним на данный момент, и с кем можно связаться в данной ситуации, если пациент будет заинтересован, например, в участии. То есть здесь есть вот это, это контакты координатора. Как только доктор нажимает внизу ОК, координатору на почту, на корпоративную, вход в который тоже через логин и пароль, к нему направляется письмо о том, что направлен такой-то пациент для участия в клиническом исследовании. Пожалуйста, с ним свяжитесь. С данными этого пациента. И затем, если пациент согласен, он нажал ОК, доктор и нам отправлена информация, то доктор может распечатать пациенту информацию о том, что планируется, какие манипуляции планируется проводить в рамках этого клинического исследования и вывести на печать полностью заполненную в электронном виде его карты. Потому что мы не говорим о том, что вся документация хранится только в электронном виде, безусловно, она должна быть и в бумажном. То есть мы можем все это распечатать. У меня все. Большое спасибо за внимание. Спасибо. Есть ли вопросы? Нужно вопросы с президиума? Да, конечно. Вы говорите, что у Вас этический комитет заседает раз в неделю. Сколько через него исследований прошло порядок? Ну, этический комитет у нас создан не с самого начала получения аккредитации центра. До этого мы пользовались услугами стороннего этического комитета. На данный момент этический комитет работает порядка года. И через него прошло порядка, наверное, 45-50 протоколов. Были ли случаи отклонения? Были. Неодобрения были, да? Были. Спасибо. Спасибо.